Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжаю серию видео о том, как заработать на нефти. В прошлом видео я рассказал о том, как можно заработать на росте или на падении нефти, сколько, и там можно заработать действительно колоссальные деньги. Но я показывал, что если нефть вырастет на 4 доллара, мы купим нефть, и она вырастет на 4 доллара, имея всего, например, 10 тысяч рублей, мы зарабатываем 40 долларов, это 2400 рублей. А это значит, что мы можем заработать за короткий период времени буквально 24% негодовых. Это буквально там за неделю-две, ну если нефть стрельнет вверх и нам повезет на самом деле. Но я говорил, что там же, что есть риски, и я о них честно рассказал, я рассказал о комиссиях, все, кто прошел биржу для чайников это знают. Ну а теперь, как ограничить риски? Для этого существует масса вариантов, и сейчас мы рассмотрим самые простые из них. Ну вот сейчас вы видите экран с графиком нефти, и мы решили, что нефть вырастет до 69. Мы покупаем, например, вот здесь нефть, покупаем, то есть мы считаем, что вот мы уверены, что нефть вырастет. И многие в комментариях написали, нефть вырастет там до 69, до 90 и так далее. Я говорю, ребята, а вы готовы в это вложиться, вы готовы поставить на это? Для тех, кто готов на это поставить, для тех, кто готов вложиться, смотрите, что надо делать. Надо купить нефть, мы покупаем нефть вот здесь, вот текущая цена. И после того, как мы покупаем нефть, что мы делаем? Мы выставляем заявку. Те, кто прошел курс биржи для чайников, знают, как это сделать. Мы ограничиваем свои убытки. Посмотрите, если нефть, вот он уровень сопротивления, вот он явно на 64, где-то 90. Ну вот давайте мы поставим вот сюда, смотрите, стоп-лимит. Вот сюда мы поставим стоп-лимит, или вот сюда, это уже как вы хотите. И вот сюда тейк-профит. Но лучше ставить комплексную заявку тейк-профит и стоп-лимит. Об этом я подробнейшим образом рассказываю на курсе биржи для чайников. Те, кто прошел, знают, те, кто не прошел. Ну, попытайтесь сделать сами. Если хотите, если не хотите, то курс здесь без вариантов. Там я об этом рассказываю. О том, как сделать стоп-лимит, я рассказываю. Два часа, там масса параметров, масса нюансов. О том, как поставить тейк-профит, масса нюансов. Ребята, их далеко не все знают. Там далеко не все очевидные нюансы. Там есть масса всего интересного. Чем отличается просто заявка тейк-профит и отдельный стоп-лимит от комплексной? Тоже масса вариантов. Если вы их не знаете, то вы рискуете потерять достаточно большие деньги. Ну, например, то есть вы все сделали, вроде поставили правильно, но заявка не сработала. И вместо того, чтобы получить прибыль в 40 долларов, а, значит, вот заявка ваша не сработала, стоп-лимит, она ушла вниз, то вы потеряли 50 долларов. То есть 5.3.15 – это вы сразу теряете 3 тысячи рублей. Ну, ребят, на каждом фьючерсе, между прочим. Два фьючерса, вот 6 тысяч рублей, вот он курс биржи для чайников, который вы зажмотились купить. Вы за это заплатите, просто заплатите. Я вас уверяю, и эта плата будет намного серьезнее и болезненнее. Но зато уроки будут усваиваться вот так вот. Поэтому мы покупаем нефть. Я уже сказал в прошлом видео, достаточно 10 тысяч рублей на счете, на срочном рынке. Мы покупаем нефть, ставим заявку тейк-профит и стоп-лимит. Стоп-лимит вот здесь мы. И, значит, нефть, если повышается, вот она идет, повышается, то мы вместе с этим повышением повышаем вот этот вот стоп-лимит. Нефть повышается в цене. Вот сюда подросла. Мы повышаем вот эту заявочку, двигаем. И вот здесь вот мы уже в безубытке, понимаете? То есть нефть подросла, а она с большой вероятностью. Вот видите, вот средняя линия. Что такое средняя линия? Это лента Бойлинжера, о которой я также рассказываю очень подробно на курсе биржи для чайников. Значит, вот она доходит до средней линии. И, как правило, здесь она начинает дергаться. Вот она начинает дергаться туда-назад. Куда она пойдет, не знаю. Вот здесь вот. Ну, мы уже в безубытке. Нам уже на самом деле пофигу. Ну, дернется она вниз. Ну, и черт с ней. Да, мы возьмем не такую прибыль, а вот такую, но зато это будет прибыль. Если она дальше пойдет вверх, то мы можем спокойно совершенно двигать вот сюда. И мы можем отодвигать немножечко уже take profit. То есть мы минимум получим вот, сейчас я покажу, минимум, что мы получаем, это вот столько, то есть прибыль наша, потому что, напоминаю, мы купили здесь максимум. Дальше мы двигаем просто вот этот вот диапазон. Ну, а потом, когда она начнет вот снижаться, то мы просто приближаем вот эти две линии друг к дружке. И все. И вот, вот что произойдет. Вот мы либо такую прибыль, либо вот такую прибыль получим. Но мы ее получим однозначно. Вот такая простая методика о том, как снизить наши убытки. И я повторяю, вот наши убытки максимальные будут, если мы воспользуемся этим. Вот, то есть смотрите, вот мы покупаем здесь и ставим стоп-лимит вот здесь. И все. И вот наши убытки максимальные, вот наша максимальная прибыль. Согласитесь, что наши убытки меньше, чем наша потенциальная прибыль. И при таком способе, да, у нас есть риск, мы рискуем немного. Вот, мы рискуем, если нефть пойдет не туда, куда мы думаем, но при этом мы теряем очень-очень немного. Ну, смотрите, ну, 10 долларов мы на этом теряем. А если она идет туда, куда надо, мы 40 долларов. Согласитесь, что это очень хорошая вещь. Но не только так можно ограничить свои убытки. Есть еще масса способов. И об этом я расскажу в следующем видео. А сейчас напоминаю, лайк, комментарий и поделиться. Поставьте колокольчик, если он у вас еще не стоит. И до встречи. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.